В этот вечер нервы у Чайковского сдали. В такие моменты он обычно спасался алкоголем. В этот раз ему понадобилось больше коньяка, чем обычно. Он не помнил, как вышел на улицу и сколько прошел. Очнулся, стоя на берегу Москвы реки. Ему было невыносимо думать, что над ним смеются, что его презирают ненавистные ему жена и теща, что своей женитьбой он выставил дураком не только себя, но и братьев, сестру, отца. Но главное, он со всей очевидностью осознал, что ничего не сможет в себе изменить. 37-летний композитор вошел в холодную осеннюю воду в надежде, что сможет покончить с опостылевшей жизнью. Расплата за гениальность. Очень много в его жизни такой расплаты. Сочинение музыки было для него и радостью, и мукой. Он даже сам это называл болезнью. Слишком искренний, слишком чувственный. Это ему прощали не все. Те страсти, которые в нем бушевали, они не всегда приводили к осознанным поступкам. Ему было в этом и все. И мужское, и женское, и детское, и взрослое, и какое-то вселенское, и абсолютно наше земное. Но именно от земной жизни Чайковский старательно закрывался. Для Чайковского музыка всегда было спасение. Это был его мир, в котором проходила его более реальная жизнь, чем сама жизнь. Одни считали его ангелом, другие – великим грешником. Но он всегда находил путь к свету. Говорить о нем и не называть вещи своими именами нельзя тогда. В мире найдется немного стран, в которых в канун Рождества в главных театрах не шел бы балет «Щелкунчик». Волшебная музыка, ставшая одним из главных символов этого праздника, знакома каждому человеку на планете. В ней слышится предчувствие лучшей жизни, надежда на перемены. Такое ощущение, что человеку хочется оторваться от земли и лететь, расправить крылья и начать жить. Трудно поверить, что эта музыка создавалась Чайковским в муках. «Ничего не уходит, кроме мерзости», – писал он. Боялся, что сочинит не балет, а гадость. Изматывал себя сомнениями. Мечтал быстрее отделаться от этой работы. «Щелкунчик» нельзя назвать музыкой счастья. Это глубоко драматический балет, глубоко драматическая музыка. Посреди радостного кружения появляются настолько щемящие, и настолько просто прорываются, настолько невероятного трагизма куски. Во время работы над балетом Чайковский получил страшное известие о смерти любимой сестры Александры – Сашеньки. Она была всего на год младше композитора. С детства делилась с ним радость и печаль. Была посвящена во все его тайные мечты. Александра умерла в 49 лет. О ее многолетней морфиновой зависимости знала вся семья. Это как раз потому такая трагичная музыка прощания с детством, прощания с тем прекрасным, что было в его жизни. Реквием по сестре – это адажио в «Щелкунчике». В его жизни было много такого, что долгие годы тщательно ретушировали и его родные, и коллеги, и власти. Они усадили Чайковского на музыкальный трон, выморов из его биографии все живое и человеческое. Лишили его сложную натуру слабости, ошибок и заблуждений. Человеческая природа и его гений – это иногда и часто абсолютно разнополярные вещи. Человек может быть одним существом, а гений – это то, что это дар. В Государственном архиве Удмуртской республики церковная книга с записью о крещении Петра Чайковского – главная реликвия. Чайковский родился и до восьми лет жил в Воткинске. Сегодня это часть Удмуртской республики. А в середине девятнадцатого века Воткинск входил в Вятскую губернию. Его отец Илья Петрович руководил Камско-Воткинским горным заводом и был самым важным человеком в городе. Рано вдове, в тридцати восьмилетний Илья Чайковский женился на внучке знаменитого французского скульптора Мишеля Виктора Асье, Александре Асьеер, которая была на восемнадцать лет младше Ильи Петровича. От первого брака у Чайковского была дочь Зинаида, а в Воткинске один за другим родились Николай, через два года Петр, через год Александра и еще через год Ипполит. Никого из детей в семье не выделяли, всех любили одинаково. Но не замечать, что Петя рос особенным, было невозможно. Он там рос в таких идеальных условиях для столь эмоционально тонкого ребенка. В доме часто звучала музыка. Илья Петрович приобрел оркестрину, благодаря чему Петя впервые услышал Моцарта, которого потом боготворил всю жизнь. Он стал подбирать мелодии на рояле и добавлять к ним свои вариации. Тогда в его голове и стала звучать собственная музыка, не давая ему покоя. Он закрывал уши руками. «Ой, это музыка, музыка, она у меня здесь, здесь». Видели, что музыка слишком сильно действует на него? Он ее воспринимает всей кожей, всем телом, каждой жилочкой. Действительно, с пяти лет музыка стала его навязчивой идеей. Иногда музыкальные занятия заканчивались припадками. На некоторое время даже пришлось запретить ему подходить к инструменту. Они же, понимаете, по-другому воспринимали слезы, по-другому воспринимали плаксивость, по-другому воспринимали сентиментальность. Ведь никто же не знал, что этот ребенок действительно станет главным композитором самой большой страны в мире. За полгода до смерти Чайковского, в марте 1893-го, в Харькове, ему устроили грандиозную овацию. Зрители усадили композитора в кресло и на руках вынесли на улицу. Водрузили фаэтон и отправили к фотографу Федецкому, который сделал этот знаменитый снимок. Возвратясь в свой дом в Клину, Чайковский жаловался, как утомительно ему эти чествования, что он не заслуживает их, что давно исписался, выдохся, как композитор, и только марает бумагу. Творческий процесс родни наркомании. Потому что после того, как ты закончил, у тебя начинается откат. Когда ты, оглядываясь назад, считаешь, что все, что ты сделал, плохо. У него все время, главное слово, неудачно, не получилось, слабенько и так далее. Он же все критиковал в себе. Патологические мнительности и неуверенность в себе были неврожденными чертами его характера. На протяжении всей творческой жизни Чайковского, особенно на родине, его музыку ругали, не стесняясь выражениях. И голоса критиков в голове композитора звучали куда громче тех голосов, которые его хвалили. В феврале 1877 года, на следующий день после премьеры «Лебединого озера», одного из самых кассовых сегодня балетов в мире, кто-то из критиков написал, а Чайковский прочитал такую рецензию. «Лебединое озеро» был бы неплохой балет, если бы ни два недостатка. Бедность фантазии и бедность мелодическая. Ну, что после этого? Пулю в лоб всей пустынили. Даже сочинение, которое он исполнил на выпускном экзамене, из-за которое получил высшую оценку педагогов в консерватории, критики разнесли в пух и прах, написав, что Чайковский оказался самым слабым из всех выпускников, и что слава композитора ему не светит. Ну, его брат тщательно скрывал эту рецензию от Петра Ильича, потому что это могло трагические последствия иметь. Он вообще мог бы выбросить эту идею о композиции. Он стал композитором вопреки всем обстоятельствам, в которые ставила его судьба. В десятилетнем возрасте родители определили Петю в приготовительный класс императорского училища правоведения в Петербурге, чтобы в будущем он сделал успешную карьеру государственного чиновника. Может быть, он прожил бы жизнь нормального чиновника, с нормальной зарплатой, в нормальном доме, не уверен, что в нормальной семье, но он мог бы жить хорошей жизнью. Во время учебы в училище правоведения Чайковский не оставлял занятий музыкой. Отец даже нанял для него учителя. И когда поинтересовался у того, как успехи сына, он ответил, что музыкального таланта у Пети нет. Для карьеры композитора он не годится. Да и начинать поздно. Илья Петрович выдохнул с облегчением. Профессия музыканта всегда была не самой благодарной с точки зрения финансов и с точки зрения будущего. Большинство русских музыкантов 19 века, они имели какие-то свои основные профессии. Стать профессиональным композитором тогда не означало занять какую-то высокую социальную ступень. Это вообще поначалу казалось чем-то очень странным. Папенька выхлопотал сыну место в первом отделении департамента Министерства юстиции. На службе его хвалили, но отмечали за начинающим чиновником и некоторые странности. У него была такая привычка, когда он задумывался, и музыка начинала звучать, помимо его воли, он первое, что попадалось на столе карандаш или бумага какая-то, он начинал брать в рот и грызть ее. И когда он начал работать уже в Министерстве юстиции, и вот начинает звучать музыка, помимо его воли, и он берет какой-то государственный акт и начинает его грызть, что, конечно, вызывало некоторые недоумения. Чайковскому 20 лет. За порогом его департамента расстилался Невский проспект. Вечерами сам воздух был полон соблазнов. Вокруг царил культ веселья и развлечений. Еще студентом юный Чайковский очаровывался некоторыми своими товарищами и втайне был влюблен то в одного, то в другого. С одним из них, поэтом Алексеем Опухтиным, Чайковский сохранил дружбу и после окончания училища. Опухтин, который не скрывал своих пристрастий, вел Чайковского в кружок золотой петербургской молодежи, которая предавалась чувственным удовольствиям и прожигала жизнь. Когда он стал юристом, два или три года до консерватории он провел, сплошной блуд. Сплошной блуд. Все закончилось печально. Однажды по доносу был со скандалом закрыт ресторан «Шатана». Что-то вроде клуба по интересу. По городу поползли фантастические выдумки о боргиях, там происходивших. В приличные дома шатановцам вход был закрыт. С ними перестали раскланиваться при встрече. Был среди них и Чайковский. Я не очень в это верю. Я не слышу тяжелого порока в его музыке. Я ее не слышу. Мне кажется, секс как таковой, вообще эта сторона жизни, его интересовало очень мало. Он не был мучим этими страстями. Он был мучен вот этой двойственной природой человека, демонической природой и природой света. Впервые Чайковский оказался на темной стороне, где его несправедливо и жестоко судили. Но он еще не осознавал, что именно музыка будет помогать ему каждый раз выходить на свет. Его все равно тащило наверх. Вот эти демоны, они его не утянули вниз. Чайковский больше не выходил в люди. Он окончательно решил отдаться той музыке, которая постоянно звучала в его голове. А для этого ему были необходимы знания. После службы в департаменте он каждую свободную минуту отдавал музыкальному образованию. А потом ему эта юриспруденция вон где засела, в печенках. Наконец Чайковский стал одним из первых студентов, только что созданной Петербургской консерваторией. Сначала он совмещал работу с учебой, но поставил в известность родственников, что собирается покончить со службой в департаменте и полностью отдаться изучению композиции. Они говорили, слушай, Петенька, ну давай по вечерам, ты нас приглашай, будешь нам играть, мы с удовольствием тебя будем слушать, но не бросай в службу, не сходи с ума. Но Чайковский уже сделал свой выбор и в возрасте 23 лет, оставив службу, получил свободу и бедность, которая за ней последовала. Ярче всех решение племянника прокомментировал дядя-композитор. Дядя сказал, эх, Петя, Петя, юриспруденцию на гудок променял. Отныне и навсегда он принадлежал только музыке. Он пишет, он куда-то едет, в карете, плохая погода, в общем, хандра, плохо себя чувствует. И последнее там слово – заболеваю. Потом я переворачиваю страницу, и дальше написано – ура, заболел. Срочно остановиться, ну, в гостинице, скажем. И нотная бумага, и так далее. Оказывается, он заболевал-то, заболевал темой. Ура, заболел, у него решилось, вот, все, ему нужно теперь срочно записывать. Когда мне подарили копию его рукописи, там практически над каждым тактом вот такие черточки и варианты решения. Это кровавый труд просто. В 1876 году Чайковский познакомился с Львом Толстым. Он восхищался войной и миром и заливался слезами на Даной Карениной. А Толстой признавался, что плакал, когда сам исполнял музыку Чайковского. Композитор испытывал трепет перед встречей, о которой потом вспоминал с холодком ужаса. Чайковский был потрясен не тонкостью своего кумира, который в литературе грандиозен, а в жизни просто стал учить Чайковского, как писать музыку. Для Чайковского это была трагедия. Трагедия, потому что вот этот живой Толстой не совпал с его представлением о том, с кем он должен встретиться. Чайковский так расстроился, что он постарался завершить эту встречу, и когда ушел, он плакал. Мизантропия, нелюбовь к людям – так сам Чайковский определял свою главную проблему. Новые знакомства тяготили и раздражали его. Если в поезде его узнавали, соседи по купе и затевали беседу, он мог спрятаться в общем вагоне и просидеть там всю поездку. Невыносимым мучением были для него приемы, чествования, светские беседы. Его колотило от ужаса всякий раз, когда он должен был пойти на поклон к публике. Люди разрушали его идеальный гармоничный мир, который он лелеял внутри себя, доводили его до слез. Он плакал по любому поводу. Почитайте у него в дневнике. Он сидит на палубе, любуется закатом, и пишет он, какой-то мальчишка стал бегать и кричать, бегать и кричать. Он испортил весь закат. Я потерял все это чудо, ощущение красоты, природы, засыпающей. И я вынужден был уйти из палубы, и я всю ночь проплакал. Как? Ну скажи родителям, мальчишки, заберите этого негодяя. Или, пожалуйста, мальчишка, успокойся, я хочу в тишине увидеть закат. Нет, он пошел в каюту плакать. Взрослый человек, великий композитор, пошел плакать. Он реагировал на все настолько болезненно, что просто заболевал в физическом смысле. Стоило ему чуть-чуть понервничать, и на него накатывали приступы, которые он долго и мучительно лечил. То, что было у Петра Ильича Чайковского, сейчас называется расстройство личности. А раньше это называлось психопатия, смена настроения. От нормального к депрессивным. Очень часто его близкие описывают периоды так называемой черной меланхолии, когда он находился в состоянии, когда хотелось от всех спрятаться. Его раздражал звук часов, его раздражал шум экипажей, проезжающих на улицу. Сам Чайковский такие приступы называл удариками. Одной из постоянных причин этих удариков был страх смерти. В навязчивом сне Чайковский часто видел спину уходящей матери. Она никогда не поворачивалась, а он мучительно хотел увидеть ее лицо. Ему было 14, когда она, обожаемая, боготворимая им, умерла от холеры. Он помнил, как по предписанию врача ее на простыне опустили в теплую ванну, а через несколько часов Александра Андреевны не стало. Боялся ли он смерти? Думаю, что да. Боялся ли он того, что о нем забудут после смерти? Несомненно. Хотел ли он продолжение своей жизни, своего имени после своей смерти? Безусловно. В 1868 году 28-летний Чайковский пишет симфоническую фантазию «Фатум». Главная тема произведения – роковая сила, которая мешает стремлению к счастью. Мрачную музыку молодого композитора холодно приняли критики, а коллеги беспощадно раскритиковали. Чайковский уничтожает партитуру, которую удалось восстановить только после его смерти по отдельным партиям, сохранившимся у музыкантов. Особенно Чайковскому доставалось от композиторов могучей кучки, которые считали его западником, не желающим прославлять русские музыкальные традиции. Они находили в нем недостаточно новизны. Они находили в нем поклонение перед западными стандартами. Я не хочу перечитать все слова, которыми они друг друга обзывали. По крайней мере, вспомню, что Мусоргский называл Чайковского патокой, сахарином и попкой. А Чайковский Мусоргского бурбоном, монстром, медведем. К этому времени Чайковский уже два года, как покинул Петербург и преподавал в только что созданной Московской консерватории. Он был так беден, что занимал угол в квартире директора консерватории Николая Рубинштейна, брата-пианиста Антона Рубинштейна, любимого учителя Чайковского в консерватории петербургской. Отец композитора Илья Петрович обанкротился в результате сомнительной коммерческой сделки, и Петр отцу помогал. Два его брата-близнеца Модест и Анатолий, которые родились за четыре года до смерти матери, тоже были на попечении композитора. Он преподавал, писал критические заметки и музыкальные филитоны для журналов, делал оркестровки и переложения на заказ. Для сочинения музыки оставалось только ночное время. Ему еще не было тридцати, а он уже чувствовал страшную усталость. Любой интересующийся может почитать его дневники. Там сплошные страдания. Он иногда и к алкоголю прибегал для заглушения своих страданий. В дневниках все это очевидно. Он любил и выпить. Что там греха таить, коньяк. Особенно, когда у него кончались деньги. Ему казалось, что это навсегда, что он остается вообще без денег. Постепенно приобретая авторитет и известность как композитор, Чайковский стал издаваться. Его друг и издатель Петр Юргенсон почти всегда платил ему вперед или одалживал композитору денег. Часто безвозвратно. Каждая его музыка рождалась только после предоплаты. Ничего бесплатного он не писал. Муза его бесплатно не посещала. Вот что удивительно. Знаменитый цикл Чайковского времена года яркий пример удачной коммерческой сделки. 12 фортепианных пьес ему заказал ежемесячный журнал «Новелист». За приличный гонорар Чайковский каждый месяц выдавал по произведению и журнал расходился за один день. Ну это же прелесть просто. Какой маркетинговый вход. Потрясающий. Для того времени. И все равно денег катастрофически не хватало. Чайковский всегда был в долгах. Однажды ночью, выпив коньяка, у него не было денег, написал письмо императору, что вот у меня, у Чайковского нет денег. Не могли ли бы вы мне одолжить 3000 рублей? Ночью пошел на почтамт и бросил письмо. Александру Третьему доложили о письме Чайковского, сообщив, что денежное затруднение композитора не происходит от беспорядка в жизни, что он не игрок и не мод, просто не мастер наживать деньги. Через некоторое время пришло письмо не от императора, а от сотрудника его двора, где было написано, что император дарит вам, а не одолживает эти 3000, и очень будет обижен, если дорогой Петр Ильич, которого мы все так любим, и которого мы поем, и слушаем, и наслаждаемся, захочет их отдать. Когда Чайковский получил это письмо, на обратной его стороне он выписал все свои долги. Оказалось, чтобы покрыть их полностью, 3000 было мало, не хватало еще 600 рублей. Выбраться из этого долгового капкана Чайковскому снова помогло проведение, причем самым неожиданным образом. В 1848 году, когда восьмилетний Петя горевал об отъезде из любимого Водкинска, в Смоленской губернии 17-летняя дочь помещика Надежда Фроловская вышла замуж за брусевшего немца Карла фон Мека, специалиста по строительству железных дорог. Характер у Надежды был властный и авантюрный. Ее тяготила жизнь на оклад мужа в 1500 рублей. И она настояла, чтобы он бросил службу и занялся бизнесом. Вскоре им принадлежала Московско-Рязанская линия железной дороги, а также участки до Киева и Курска. Фон Меке вошли в десятку самых богатых фамилий империи. Она родила 18 детей. Семеро умерли в младенчестве. Через 4 года после рождения младшей дочери Людмилы Карл фон Мек скоропостижно скончался. Надежда Филаретовна не любила мужа при жизни, но оставалась верна супругу и после его смерти. Ее 11 детей воспитывало целый штат нянек и учителей, а она руководила бизнесом. Надежда Филаретовна была довольно жестким бизнесменом. Она руководила огромной компанией и выстроила эту огромную компанию и содержала всю свою огромную семью при помощи этой компании. Однажды в руки Надежды Филаретовны, прилично игравшей на фортепиано, попали ноты с вальцами Чайковского. Она была сражена его музыкой. Писать ему она не решалась, но через доверенных лиц заказала аранжировку одной из понравившихся ей пьес. Конечно, не бесплатно. Получив ноты в срок, баронесса сделала новый заказ и сопроводила его коротким письмом. Чайковский ответил. Так завязалась переписка, которая длилась 13 лет. Это в высшей степени необычные отношения. Лично я считаю, что она в него была влюблена. Просто элементарно. Необычными их отношения были уже потому, что Чайковский и фон Мег договорились никогда не встречаться. И даже если однажды они случайно пересекутся в свете, то пройдут, не обратив друг на друга внимания и не здороваясь. За 13 лет они ни разу не нарушили этой клятвы. Даже несмотря на то, что Чайковский не раз гостил в имении Надежды Филаретовны. Но для него всегда был приготовлен отдельный дом, и ни он к хозяйке, ни она к нему никогда не заходили. Она лишь делала все, чтобы он чувствовал себя соответственно своей гениальности, и чтобы ничто не отвлекало его от сочинительства. Откуда ни возьмись, перед ним расстрелывал скатерть, и все это за кадром, которых он не видел. Он мог и поесть, и позавтракать спокойно, не прерывая музыкальные. Понимаете, насколько она была внимательна, насколько она почувствовала, что ему надо. Но главное, что сделала баронесса для своего обожаемого гения, она решила его финансовый вопрос. Фон Мек установила регулярную выплату Чайковскому в размере 6 тысяч рублей в год. Вдвое больше, чем однажды его наградил император. Дано не каждому почувствовать влияние музыки на твое сознание, может быть, даже на твое тело. Мне кажется, что именно это именно в музыке Чайковского в большей степени прочувствовала Надежда Флоретовна. Мне кажется, она искренне делала все возможное, чтобы этой музыки стало больше. Эту виллу во Флоренции Надежда фон Мек арендовала для Чайковского неподалеку от собственного дома. Теперь, когда благодаря ее деньгам он смог оставить преподавательскую работу, Чайковский только сочинял. Здесь же, во Флоренции, но много позже, Чайковский напишет «Пиковую даму», которую впервые и поставят в местном театре. Его страшно вдохновляла вообще Италия, поездки. И он очень любил родину, находясь вдали от нее. Вот удивительно, что человек, который создавал такие полотна с картинами русской природы, которые встают у тебя перед глазами, писал он их преимущественно в поездках по Европе. Причина, по которой Чайковский чаще писал за границей, чем на родине, тоже таилась в особенностях его характера. В России он всегда был окружен людьми, родственниками, коллегами, издателями, заказчиками, поклонниками, наконец. Поэтому времени сосредоточиться на музыке не оставалось. И только вдали от дома он мог спокойно писать. Скоро появился повод бывать за границей еще чаще. Надежда Филаретовна стала финансировать исполнение его произведений в европейских столицах. И о Чайковскому знал мир. Он становился популярен. Его музыка удивляла европейцев своей европейскостью. А он был счастлив, что в его лице публика аплодировала России. Мне что, больше всего приятно было, когда я приехал в Америку и понял, что Карнеги Холл открывал такие Чайковские. Это билет на открытие 1891 года, когда дирижировал Чайковский. Здесь громко анонсировали его приезд. Это было очень большое событие. Никогда до этого мы не принимали у себя в стране настолько важного композитора. Каждый хотел Чайковского к себе хотя бы на 5 минут. Его поселили в лучший отель Нью-Йорка, отель Нормандия, первый отель в городе, где из крана шла горячая вода. И еще одним откровением для него было увидеть Ниагарский водопад, который в то время считался восьмым чудом света. На прощание его пригласили повторно, пообещав ему 20 тысяч долларов за 20 дней. И это были огромные деньги, около 100 тысяч долларов в сегодняшних деньгах. Через два года регулярной переписки Надежда Филаретовна заволновалась. Петр Ильич или вовсе перестал отвечать ей, или писал слишком поспешно, отписывался. Скоро от него же она узнала, что в это время он совершил самую чудовищную ошибку, которая стоила ему здоровья, репутации и едва не стоила жизни. 29 марта 1879 года в Московском Малом Театре была впервые исполнена опера «Евгений Онегин». Чайковский не сразу решился писать на стихи Пушкина, которые считал совершенными. Боялся, что испортит великое произведение. Дело решил странный случай. Несколько лет, в то время, когда Чайковский еще не оставил преподавание, его преследовала некая Антонина Мелякова, которая училась на подготовительных курсах консерватории. Она всячески искала с ним встречи, а спустя пять лет написала письмо, в котором объяснялась в любви, и сама предлагала стать композитору верной женой. И он перечитывал «Евгений Онегин» и в этот момент пришло письмо влюбленной Антонины Меляковой. И он, прочитав ее письмо, сел и написал письмо Татьяны. В его голове все смешалось. Влюбленная в него студентка, выдуманная Пушкиным Татьяна, его собственная музыка. И он увидел, что сама судьба дает ему шанс. На самом деле он был не как все, а ему хотелось быть как все. Папа требует, чтобы он женился. Перед людьми надо уже как-то оправдываться, что ему столько лет. Влюбленная эта девочка. И он с ней пообщался, и она сказала, что она на все согласна, она ему будет другом, что она все понимает. Его ошибка была в том, что он ее не спросил, а что ты понимаешь-то? Что день грядущий мне готовить... Все это время он продолжал писать о Негина. Собственная женитьба поглощала его куда меньше, чем эта работа. Они обвенчались почти тайно. Родственникам сообщили об уже свершившемся факте. Теперь Чайковскому предстояло жить с этой женщиной в одном доме, спать в одной постели. И это приводило его в тихий ужас. Чтобы узнать друг друга лучше, они отправились в Петербург. В поезде, а потом в номере отеля «Европа» Чайковский понял, что натворил. Она его убедила, что она о высоком, она о возвышенном. А оказалось, что она очень земная и такая, знаете, ступающая четырьмя ногами на этой земле. Оказалось, что она совершенно не знала музыки Чайковского, не могла назвать ни одного произведения, не могла спеть ни одной мелодии, хотя якобы училась на вокальном отделении, на подготовительном, как сейчас бы сказали, консерватории. И провели они 10 дней в гостинице «Европа», вот здесь, рядышком. Вся его совместная жизнь была ограничена этими 10 днями. На самом деле, в общей сложности в Петербурге, а потом и в Москве, Чайковский и Мелякова прожили чуть больше трех недель. Чайковский представил ее друзьям и родным. Познакомился с ее родней и остался в ужасе от мелочных и склочных отношений в семье супруги. Они даже сделали совместную фотографию в ателье на Кузнецком мосту. Но Чайковский не мог не слышать и не замечать. Над ним посмеивались. Эти наветы, эти сплетни, эти раздутые какие-то негативные вещи вокруг его имени привели его, в общем, в состояние глубокого, такого какого-то, такого сжатия депрессивного его души. Развязка этого сюжета была трагикомической. Если опустить массу подробностей, то схематично выглядела она так. Пережив нервный срыв, он напился и пошел топиться в Москву-реку. Но покончить жизнь самоубийством оказалось страшно, и он вошел в холодную осеннюю воду, чтобы получить воспаление и чтобы потом смерть сама пришла за ним. Но смерть не торопилась и простуда быстро прошла. Лечить же душевные раны он отправился за границу, на Лазурный берег Франции, а потом в Италию, в Сан-Ремо. Поездку финансировала Надежда Филаретова. В Сан-Ремо Чайковский окончательно пришел в себя и дописал Евгения Онегина. Все оставшиеся ему годы Чайковский расхлебывал последствия этой трехнедельной семейной жизни. Сначала он просил, а потом настойчиво требовал у Антонина развод. А она обвинила его в том, что он ее использовал, чтобы маскироваться. Если ей он писал сдержанные послания, то в письмах близким называл ее исчадием ада, омерзительным творением природы, мерзавкой, стервой. Но чаще других в отношении Антонины он употреблял слово «гадина». Там и мат, и скабрезные слова, и какие-то вещи. Это очень удивительно. Когда я первый раз это читал, я не мог поверить, что Петр Ильич, который написал «тарарарарар», мог такие слова вообще знать. Чайковский-Мелякова так и оставались в браке до конца жизни. Она в конце концов убедила себя, что стала жертвой заговора родственников Чайковского, которые боялись, что из-за брака с ней он станет меньше и хуже сочинять. Письма из этого персонального ада, в который Чайковский сам себя поместил, Надежда Филаретовна читала с удивлением и сочувствием. Она не задала ни одного неудобного вопроса, но неудобные ответы приходили к ней сами со стороны. Очень много было людей, которые хотели донести до нее ту информацию, которая испачкает в каком-то смысле и испортит ее отношения с Петром Ильичем. Переписка Чайковского и фон Мек закончилась так же неожиданно, как и началась. Последнее письмо от Надежды Филаретовны Петр Ильич получил 22 сентября 1890 года. В нем она уведомляла, что находится на грани банкротства, поэтому прекращает выплаты композитору. Также сообщала, что из-за прогрессирующей болезни ей все труднее писать, а раз деловых отношений между ними больше нет, то и переписки конец. Внезапный обрыв. Этот внезапный обрыв не был внезапным. Это упоминалось несколько раз, что тела становятся хуже Надежды Филаретовны, а Петр Ильич говорит, а я даже не представляю, как вы могли бы быть небогатой. И это не за один день точно. Чайковский, 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 Чайковский. Ближайший потомок Надежды Филаретовны фон Мек, ее проправнучка, Элизабет Йоханна Либертина Ра Центеллиниус Краутхофф, живет в Нидерландах в часе езды от Амстердама. В их с мужем доме очень мало семейных реликвий, связывающих их с Россией. У моей бабушки был медальон. К сожалению, не так давно наш дом обокрали, и его украли тоже. Он открывался, и внутри него был крошечный женский портрет. Я спросила, кто это, и мама рассказала мне, что это моя прапрабабка, что она была очень известна в России, и что дружила с самим Чайковским. Тогда я дала себе слово, что если когда-то рожу дочь, то обязательно назову ее надеждой. Я Надежда Иохана Мария Вильямс-Сератсон. Меня действительно назвали в честь моей знаменитой родственницы. Я фотохудожник, и иногда использую русские мотивы в своих работах. А вот здесь я в образе Надежды Филаретовны. Мне тоже кажется, что похоже. Конечно, мы понимаем, что в том числе и благодаря нашей далекой родственнице появилось на свет много великой музыки, и мы благодарны за это и гордимся, что имеем хоть какое-то отношение к этому. Кстати, сам Чайковский должен был посетить Амстердам в ходе большого концертного турне, запланированного на 1893 год. Но этим планам, как и многим другим, не суждено было исполниться. В 50 лет Чайковский по воспоминаниям очевидцев выглядел как старик. Он и чувствовал себя страшно уставшим. Подойдя к 50-летнему рубежу, он, как и в 30 и в 40, изводил себя мыслями о собственной несостоятельности. Ему все чаще казалось, что он исписался, что повторяет сам себя. Мысли о жизни и смерти, о темном и светлом началах, о фатуме и прежде не дававшей ему покоя, теперь становятся навязчивыми. Он пишет шестую симфонию с рекордной для себя скоростью. Он написал симфонию, которую до сегодняшнего дня невозможно ни определить, ни оценить, никакими психологами, никакими осознаниями. Это что-то надмирное. Исполнять ее часто невозможно. Потому что она изматывает и отбирает очень много этих нематериальных сил. Премьера симфонии состоялась в Петербурге 16 октября 1893 года. На публику она произвела странное, тяжелое впечатление. Абсолютное признание придет к Шестой симфонии после смерти композитора, до которой оставалось всего 9 дней. 20 октября Чайковский посетил Александринский театр вместе с племянником Владимиром Давыдовым, которого он называл Бобом, и с которым после смерти его матери и своей сестры очень сблизился и почти не расставался. После спектакля они с Бобом и другими молодыми людьми отправились в ресторан на Невском проспекте. Первым делом Чайковский попросил стакан воды. Узнав, что кипяченый нет, потребовал сырой. его стали отговаривать. В городе ходила холера. Чайковский отмахнулся и выпил воду. Не думаю, что это было случайно. Он был образованный человек. Он знал последствия, он знал, что будет вокруг. Скорее всего, это был акт «Пусть судьба решит». За неделю тогда в Петербурге, в городе с миллионным населением, холерой заразились 8 человек. Восьмым был Чайковский. 21 октября ему стало плохо. Утром он не придал этому значения, но к вечеру стало хуже и вызвали врача. К ночи он стал жаловаться на судороги. Каждый следующий день приносил ухудшения. 23 октября врач посоветовал ему теплую ванну, чем привел Чайковского ужас. Никогда не надо забывать, что Чайковский прежде всего был суеверным. Он не просто так противился лечь в эту ванну, потому что его мама умерла точно так же. 24 октября его уже редко приходящего сознания все же погрузили в теплую воду. Но это не помогло. Около трех часов ночи с 24 на 25 октября его сердце остановилось. Мое глубокое убеждение, что это был результат, может быть, это холерная вода, но в каком-то смысле он душой зашел в такой не творческий, а человеческий тупик. Для меня это была насильственная смерть. Хоронили композитора с почестями, досили невиданными для музыканта. Широкие петербургские улицы были заполнены народом. Говорили, что так в России хоронили только цари. Надежды фон Мек на похоронах не было. Она пережила Чайковского на два месяца. Антонина Милякова, фактически оставаясь в браке с композитором, родила от разных мужей троих детей, оставив каждого в попечительских домах. Сама же закончила свои дни в психиатрической клинике. Всю движимое имущество Чайковский завещал слуге Алексею Сафронову. Когда Модест Чайковский попросил Алексея передать вещи брата музея его имени, Алексей отказался и продал все по рыночной стоимости вплоть до последнего табурета. 35-летний племянник Чайковского Владимир Давыдов Боб, страдавший зависимостью от алкоголя и наркотиков, которому Чайковский завещал все свое творческое наследие, застрелился в кляну из Браунинга. Посетителям музеев, связанных с жизнью Чайковского, непременно сообщают, что каждые три минуты на планете звучит музыка двух композиторов Моцарта и Чайковского, русского гения, самого искреннего из композиторов, прожившего такую тревожную жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова